в поселке Байсерке. В тот день на меня и на мою семью, на моего мужа, братишку и друга семьи напала организованная преступная группировка Армана Джумагильдеева, Армана Дикого, Салиева Нагли и Коленного Абзала. Случай был резонансный. В тот день нападавших было порядка 20-25 человек, вооруженных автоматами, пистолетами, оружием нового образца и даже гранатой. Все абсолютно были вооружены. Напали на нас, причинив тем самым непоправимый психологический вред нашим детям, причинили тяжкий, средний и легкий вред здоровью, также нанесли урон нашему бизнесу. Стреляли по окнам жилых помещений. Только 9 из 20 человек были задержаны. Двое в розыске. Двоих увели от ответственности сотрудники Масимовского КНБ и Лийского района путем угроз и шантажа в наш адрес. Их алиби никем не было проверено и является фиктивным, так как оба были в тот момент с оружием в руках и нападали на нас. Это Алиев сержант и Мукатаев Алибек, зять бывшего генерала Сопа Айбаева. Все являются близкими друзьями Армана Джумагильдеева. Вчера, 20 апреля, Карасайский специализированный суд вынес приговор, по которому трое нападавших были отпущены, а лидер УПГ Коленов получил 3 года 6 месяцев, срок как за мелкую кражу. Господин президент, я вам задаю вопрос. Как гаранту Конституции, до каких пор будет продолжаться этот беспредел в Карасайском районе, в этой вотчине Назарбаевых? Это государство в государстве. Если за вооруженное нападение среди белого дня в общественном месте организатору дают 3 года, а добрую половину отпускают, я вас прошу, как мать четверых детей, разобраться, что происходит в этом беспредельном коррумпированном суде, когда ваши руки дойдут до судебной системы, когда вы избавите простой народ от этих беспредельщиков Карасайского района. Отдельно хотелось бы отметить так называемый суд присяжных. Только сейчас я поняла, что это удобная схема для судей, когда они, манипулируя сознанием присяжных, об уровне образования которых я ничего не знаю, выносят угодные им приговоры. В судебном заседании прокурор запросил 15 лет организатору нападения, но каким-то чудесным образом суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам, ссылаясь на присяжных. Разве это не беспредел? Получается, что прокурор с потолка запросил 15 лет? Получается, работа следователей прокурора в пустой звук? Это разве правильно, господин президент? Я, конечно, обжалую этот приговор, но, честно сказать, в апелляционную инстанцию Матинской области я не верю. Необходима кардинальная реформа судебной системы. На протяжении полутора лет мне слали угрозы на телефон. И что вы прикажете мне делать? Из дома не выходить? Или приехать в Астану и сжечь себя перед зданием суда? Получается, в нашей стране это единственный выход, чтобы добиться справедливости. С вашим приходом к власти я надеялась на позитивные изменения в стране, но этот приговор заставил меня усомниться в том, что Казахстан когда-либо станет правовым государством. Пожалуйста, наведите порядок в судах Казахстана. Приговор был предопределен, так как в день его вынесения в зале суда оборвалась онлайн-связь Си-18, и подсудимые думали, что мы их не слышим. Начали веселиться, смеяться, хотя к этому моменту прокурор уже запросил им по 15 лет. Уважаемый Касым Жемар Кемелевич, я как многодетная мать прошу вас обратить внимание на мое обращение и на это дело. Я боюсь за свою семью и за себя. Я хочу, чтобы все нападавшие понесли справедливое наказание. У меня все. Заранее вас благодарю. Продолжение следует...